Записаться на диспансеризацию достаточно просто. Можно позвонить в регистратуру или колл-центр, прийти в поликлинику и записаться здесь, или сделать это через инфомат. Для этого необходимо иметь при себе полис обязательного медицинского страхования, вводите номер своего полиса, дату рождения и спокойно записывайтесь к любому специалисту. Бесплатную диспансеризацию может пройти каждый житель России раз в три года. Только в поликлинике Рыбаков с 1 января у врачей побывали почти полторы тысячи человек. В этом году диспансеризация направлена в том числе на профилактику и выявление онкологии на ранней стадии. Первый специалист, на прием которого необходимо записаться – терапевт. Очень большое значение имеют лабораторные исследования. То есть как можно поставить галочку, если у человека взята кровь, мазки, анализ крови на ПСА, на выявление онкологии, галочки вообще не может быть и речи. Естественно, врач-терапевт всегда очень внимательно относится, проводит собеседование, собирает жалобы и все остальное. Очень много зависит от самого человека, с каким настроем он пришел. Проходить диспансеризацию не только можно, но и нужно, подчеркивают врачи. Именно ранняя диагностика серьезных заболеваний от инфекционных до онкологических позволяет победить недуг. При выявлении болезни поликлиники берут пациентов на диспансерный учет и наблюдают за ходом лечения. Особенно нас привлекают те пациенты, которые не приходят в поликлинику три и более лет. То есть есть люди, которые по каким-то своим причинам не приходят. Мы их приглашаем, обследуем, да, они следят за своим здоровьем. Поэтому она нам очень помогает и помогает самому человеку следить за своим здоровьем, выявить заболевание в ранней стадии и получить лечение. Пройти медосмотр 2018 могут граждане, начиная с 1928 года рождения и далее через каждые три года. Информировать пациентов о диспансеризации врачам помогают и страховые компании. Они занимаются обзвоном и рассылкой СМС-сообщений. Тоже подстарость, болезни всякие. У нас врачи очень хорошие, лечат хорошо. Так что, если что болит, сразу иду к врачу и помогают, выписывают лечение грамотно. Пенсионеры более ответственно относятся к своему здоровью, подчеркивают врачи. А вот категория населения 30+, беспечна. И врачам зачастую приходится бороться с запущенным заболеванием. А между тем, чтобы пройти диспансеризацию, не нужно даже стоять в очереди. Существует отдельная регистратура. Обследования различаются. Для молодых это сахар, крови и холестерин, флюорография, терапевт-гинеколог. То есть для выявления сахарного диабета, что часто бывает у молодых. К людям постарше у нас введены новые методы обследования. Для скрининга онкологии. Это анализ крови. Анализ кала на скрытую кровь. Называется гемотест. Она им это может выдать. Проходится он с 49 лет до 73 раз в два года. Почти 10 тысяч человек в рамках бесплатной диспансеризации населения планируют принять в этом году только в поликлинике рыбаков. В целом, по Приморью углубленный медицинский осмотр пройдут почти 300 тысяч жителей. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.